Философская комбинаторика Философская комбинаторика Ортодоксология работает с мнениями, с разбором мнений То есть философия, занимающаяся мнениями, их функционированием, их возникновением Их существованием, их выживанием и прочими другими параметрами, которые связаны с мнениями И так вот, в рамках ортодоксологии нужны методы С помощью которых все это будет изучаться Один из этих методов, вот он То есть философская комбинаторика Напомню, что одно из главных убеждений в этой философской комбинаторике Состоит в том, что она описывает все возникающие в процессе комбинирования позиции Как возможные Ну, то есть любая позиция, которая была скомбинирована с помощью философской комбинаторики А мы уже посмотрим дальше, как это делать Все эти позиции условно считаются возможными Но при этом следует заметить, что они не считаются Ну, мы не считаем, что возможности вообще в принципе существуют То есть ортодоксолог нейтрален к этому мнению Просто имеет смысл в рамках методического такого подхода считать, что они возможны Ну иначе все в принципе может не иметь смысла Ну, не иметь дополнительного обоснования в качестве возможности И это было бы, ну, не так хорошо Но в принципе не так уж и важно Все равно мы сохраняем скептицизм абсолютный Все равно сохраняем абсолютное сомнение И этот метод никак нам при этом не мешает Напомню, что комбинаторика, ну, известно откуда она в математике существует И прежде всего слово комбинаторика бросается нам в глаза именно в математике А за создание вот этой дисциплины, именно математической Следует похвалить прежде всего Либница с его рассуждениями о комбинаторном искусстве А также Паскаля Который вместе с Либницем считается основоположником комбинаторики Как математической дисциплины Удивительно, что вот они, вот эти вот прекрасные персонажи Паскаля, Либниц, будучи философами, плюс ко всему Не использовали данный метод философии Ну, комбинаторика и комбинаторика, как говорится Есть, есть, есть комбинаторик И все, им этого хватило Они это в математике использовали с цифрами В общем-то, многими это все работало И различные комбинации в рамках, не знаю, математической операции Это позволяло производить, ну, поэтому этого им хватало, видимо А философию Клибницу и философию Паскаля Это попало только, ну, вот так вот, условно и не очень даже сильно Напомню вам известное Пари Паскаля Где он просто перечислил 4 аргумента из всех 4 возможных И обсудил, какой там из них Стоит ли нам верить в Бога, в общем-то, главный вопрос этого Пари Почему нам стоит верить в Бога И он дает нам 4 возможных варианта ответа Ну, можете прогуглить Пари Паскаля, интересная вещь Отчасти комбинаторика, но трудно сказать, что философия Паскаля Строится на этой комбинаторике или включает ее как какой-то очень важный метод Да Так вот Цифры, цифры, числа, математика, это все абстрактное Это чисто абстрактные вещи, оторванные от жизни, от реальности Существуют некоторые абстрактные единицы, некоторые законы Благодаря которым можно достоверно высчитывать вероятности Количество комбинаций, того или иного количества единиц и так далее, так далее, так далее Все это чистая абстракция Не имеет никакого отношения к конкретным мнениям, которые изучаются в ортодексологии Не имеет никакого отношения к какой-либо конкретике И в данном случае вся комбинаторика математическая Это комбинаторика абстракций А как перевести комбинаторику абстракций в комбинаторику чего-то конкретного? В данном случае мнение Да, кстати, давайте немножко обоснуем, почему мнения-то вдруг стали конкретными А дело в том, что мнение как предмет исследования-то, ну, нечто совершенно конкретное Ничего не может быть, наверное, конкретнее мнения, поскольку мнения отчасти выражаются на языке Во-вторых, мы имеем возможность, как бы, прочувствовать мнение Услышать формулировки на том языке, который мы знаем Плюс ко всему мы обладаем определенными чувствами, эмоциями Также у нас в голове есть такая вещь, которая называется воображение Которое может производить образы Эти образы могут нас сблизить, понимание того или иного мнения В общем, человек это, с одной стороны, машина, которая может, в общем-то, воспринимать эти самые мнения И идеально с ними работать А вот к чему как раз и мог бы быть предназначен человек Не факт, что он предназначен к нахождению истины, например Нет, совершенно не факт, может быть истина и недоступна для человека Но мнение? Мнение это часть, часть человеческой природы в целом Чем человек отличается от животного? Ну, наверное, тем, что у человека есть мнение Может быть, я, конечно, в данном случае не прав Но вот, скорее всего, так вот и есть А мнение это квинтэссенция человеческого даже существования, можно сказать И в культуре вокруг одни мнения, по крайней мере, если формулировать понятие мнения Как это делаю я, они везде получаются И они конкретные, они конкретные То есть вот у того человека, вот у вас У вас какое-то конкретное мнение существует Вы, например, считаете, что Бог есть У вас есть определенные аргументы, которые доказывают это И эти аргументы кажутся вам убедительными В соответствии с этими аргументами, в соответствии с этой формулировкой Вы испытываете определенные чувства, эмоции И даже видите определенные образы Например, в христианстве образ Иисуса Христа Он как раз вот тоже, это отчасти воображаемая как раз вещь Которая позволяет сосредоточиться на понятии Бога, на его существовании И в том числе рационализировать его И приблизить его к обывательскому уровню в том числе Мнение это вещь, с одной стороны, сложная Но, с другой стороны, очень конкретная И, главное, доступная для исследования Если какая-нибудь, естественно, научная дисциплина Исследует общие законы Закон всемирного тяготения При этом не являясь способной исследовать все факты И все, в общем-то, все, как бы это сказать Все феномены, где вот это вот свойство проявляется Но при этом выводит абстрактный закон А с мнениями все здесь несколько иначе обстоит Когда мы исследуем одно конкретное мнение Ну, все, вот наш предмет исследования в данном случае Один, одно конкретное мнение И мнение по сравнению с цифрой Оно не абстрактно, оно конкретно Так, вопрос Вопрос Применялась ли философская комбинаторика Или что-то подобное философской комбинаторики Вообще в истории философии, религии или где-нибудь еще Да, применялась И мы можем говорить здесь, что древние истоки Философской комбинаторики находятся в философии Индии и Китая В данном случае я, конечно же, апеллирую прежде всего К анти-тетралемме Санджая Беладхипутты Ну, она формулируется приблизительно так Так, вот у нас 1, 2, 3, 4 пункта Первые 4 пункта это тетралемма Пятый пункт отменяет все 4 Поэтому это анти-тетралемма В чем состоит тетралемма? Допустим, что-то есть Есть А И, допустим, второй пункт А нет Первый пункт А есть Второй пункт А нет Второй пункт комбинаторно следует из первых двух А есть и А нет одновременно Вот И четвертый пункт А не есть и А не не есть То есть два отрицания и отрицания и отрицания Получается, ну вот, получается вам полная тетралемма И отрицание вот всего этого Все, что было сказано выше, не имеет значения В Индии такая тетралемма Анти-тетралемма представлена в работах Ну, в работах, так скажем В тех ничтожных Ничтожных, в общем-то, информационных потоках Которые достались нам от буддистов О Санджайбилдхипутти Этого философа Он, определенно, не буддист Это своеобразный, наверное, скептик, может быть, индийский Который существовал в эпоху Шраманов Интересный персонаж Но, да, о нем мы знаем из текстов буддистов И из текстов джайнов Ну, обычная, в общем-то, ситуация Так вот Также следует заметить, что индусы Индусы, индусы вообще очень любят комбинировать Различные вещи и открывать с помощью комбинирования Ну, например, та же Камасутра Наверное, многим известная Ну, по сути Откуда они набрали 64 поза? Ну, серьезно Это же не на практике было открыто Но, скорее всего, нет Чтобы их придумать, приходилось комбинировать Различные положения тел Плюс ко всему, давайте к более конкретному Есть определенная такая философия пола Она в том числе изложена и в Камасутре Мужчина и женщина Два пола есть Но также, если мы беремся за комбинаторику Мы можем с помощью этой комбинаторики Предсказать, что есть еще два пола Есть тот пол, который содержит в себе И мужские, и женские В общем-то, первичные половые признаки То есть гермафродит Да, представляете, чтобы открыть гермафродита Не обязательно его увидеть Можно предположить с помощью комбинаторики Что такое существует А также существо, не имеющее Половых признаков Женщины и мужчины Ну, то есть существо бесполое Вот так вот Индусы этим активно пользуются В различных областях И философии, и религии И в разных религиях это проявляется Камбинаторика у них есть Но нередко эта комбинаторика проявляется Именно, как бы это сказать Мистически То есть, определенно имеется Некая мистика в этом во всем То есть, они вкладывают в это Мистический смысл В Китае тоже есть комбинаторика И это тоже неоспоримо Она включает в себя мистификацию Идзина Идзин это книга перемен В которых изложены как раз Различные формулы Из 64 комбинаций Положений вот этих вот костей Знаменитых Идзина Да, то есть Да, там гадали определенно Гадали на этих костях И какая из 64 комбинаций выпадет Вот такое будет решение Допустим, управителя Также китайцы очень любят Комбинировать и классифицировать По разным сущностям Так скажем Например, это Инь и Ян Комбинации между двумя элементами возникают Мы можем все размешать Весь мир можно поместить Либо в Инь, либо в Ян А также есть комбинирование на основании Пяти элементов То есть усин То есть пяти стихий Огонь Вода Земля Дерево И металл Вот у нас пять стихий усин И по ним тоже все вокруг комбинируется То есть мы можем отнести Любое явление К любой из пяти стихий Но не к любой, конечно Есть определенная логика распределения Но в общем вот так вот это и происходит А следующее это 12 Число 12 это годы животных Ну обезьяна, дракон и так далее, так далее, так далее Это тоже классификаторы Китайцы создают много классификаторов И потом комбинируют весь мир Вот в них как-то помещают по-разному И это действительно очень интересно Наблюдать, читая китайские тексты Тексты китайских философов Это определенная комбинаторика там есть Идзин это одна из основных книг в Китае Один из самых главных китайских текстов Памятников культуры Который вообще только можно себе представить Наверное нечто Уровня Библии только в Китае Это Идзин Так вот В отличие от европейского подхода к мышлению Философию Индии и Китая Объединяет своеобразная Протофилософская комбинаторика Которая все еще не имеет Реального философского применения А также нередко опирается На разного рода мистификации Да, к сожалению В Греции комбинаторика не была представлена К большому сожалению В Европе также Ну в средневековье И соответственно в новое время И дальше философская комбинаторика Какое-то подобие философской комбинаторики Представлены никем не были Даже близко Математическая комбинаторика Да, начинает развиваться И это действительно так Но при этом Различные философии возможного Они как бы еще Во времена Аристотеля Были перечеркнуты Потому что Аристотель сказал Что любая серьезная наука Занимается невозможным А актуальным Ну то есть У нас также появляются Различные предрассудки По поводу истории Мол, история не узнает Сослагательного наклонения И прочие-прочие-прочие Такие вещи Которые как бы нам И в науке И в философии Запрещают апеллировать К возможностям А если нам запрещают Апеллировать к возможностям То зачем комбинировать Да собственно Так вот Мы узнали Что В истории Уже встречались Протофилософские Комбинаторные системы Теперь Моя система Все начинается С понятия элемента А элемент Да, с отсылкой На те самые Стихийные элементы Или элементы В таблице Менделеева Ну в общем-то Неважно Это элементы Составные части Что такое Элемент В философской комбинаторике Это любая часть мнения Просто Абсолютно Любая часть мнения Или даже Целое мнение В контексте Многих других мнений Оно тоже может Восприниматься Как элемент Потому что Вот мы берем Мнение Платоника И мы можем Совместить Это мнение Платоника С мнением Не знаю Какого-нибудь Буддиста Например Не важно Конечно Убрав некоторые вещи Которые противоречат Друг другу И вот все У нас единая Такая концепция Два мнения соединились Два элемента Были объединены Например Вот так вот получается В данной статье Я разобрал все То же самое На примере Карла Маркса Ну допустим Давайте не будем В статье Вы еще раз В статье Вы можете прочитать Без сомнений Вы можете прочитать Давайте попробуем Импровизационно Привести пример С Платонизмом Ну вот Платонизме Есть такой Демиург Демиург То есть Бог То есть Создатель мира Который Ну вот Не создал Материю По какой-то причине Вопрос Бог как элемент В данном случае Элемент мнения Ну то есть Мнение допускающее Существование Бога Так скажем Вот один из элементов Оно может быть Объединено С рядом атрибутов Да У нас есть мнение И есть атрибуты Вот этого Которые можно Присовокупить К этому мнению Например Бог Всемогущий Всеведущий И так далее И так далее Мы можем Убирать эти элементы В сторону Можем Мы можем Смотреть на эти элементы Как на целое Тоже можем Мы можем помещать Как вот от отдельного Бога В отрыве от своих Атрибутов В какой-либо учении Либо вместе С определенной С определенным количеством Этих атрибутов Ну например Бог Всемогущий Но не всеведущий И мы можем Использовать Вот такой вот элемент Божественный В какой-нибудь Философской системе Без проблем И так можно Комбинировать Бесконечное количество Атрибутов Богов С разными атрибутами И так далее И так далее И так далее При этом Любая ступень Комбинирования Будет Может восприниматься Как элемент Также и каждый Внутренний элемент Может восприниматься Как элемент Также и каждое слово В объяснении того Что такое Бог Например Тоже может восприниматься Как элемент То есть Не важно Что такое элемент Элемент Это вот условная Такая единица И мы можем Выхватить ее Вот просто Вот В любом состоянии из любого мнения, из любого положения мнения. Вот, в общем, тут получается действительно как нам удобнее. Отсюда получается, что элементов философской комбинаторики может быть... Элементов философской комбинаторики может быть любой догматический, то есть любой принадлежащий мнением. Догма — это мнение, напоминаю, с греческого. Объект, причем неограниченных размеров, очень маленький. Слово и слово, вот эти слова могут определять друг друга в бесконечной чехарде, и мы можем бесконечно пытаться выделить этот элемент. Либо, наоборот, невероятно большое мнение, да хоть целая научная система может участвовать в данном случае в качестве элемента. Вот так вот. Общие положения философской комбинаторики. То есть о чем вообще, о чем она, по сути, дальше получается. У нас есть понятие элемент, очень важное. А философская комбинаторика базируется на ряде принципов, без которых она не смогла бы работать. Следует заметить, что эти принципы не воспринимаются догматически, но они необходимы для того, чтобы организовать работу всей системы. Ну, то есть, чтобы был работающий метод. Как вы уже поняли, философская комбинаторика работает с мнениями. Благодаря ей можно разобрать любое мнение на части и собрать из неограниченного множества элементов неограниченное количество возможных мнений. Это совершенно бесполезно в обыденной жизни, но в рамках исследования мнений такой подход крайне эффективен. Он нам помогает, кстати, делать некоторые исторические предсказания, предсказания в том числе в истории философии. Например, что могут открыть философы вот сейчас в других текстах, историки философии, что они могут открыть в источниках, если пока это не открыто. Можно попробовать предсказать вполне по ряду принципов, что я сегодня крайне популярен. Так вот, принцип один. Все со всем. Все можно комбинировать со всем. В любых пропорциях. Большие мнения с маленькими, маленькими с большими, и просто огромное бесконечное количество элементов можно нагромождать друг на друга, и в принципе не возникает никакой особенной проблемы. Даже если в этих мнениях имеются противоречия, даже радикальнейшие противоречия. Дело в том, что мы изучаем не истину. Но, опять же, в рамках ортодоксологии истина не изучается. Изучается мнение. А людям, по большему счету, плевать на противоречия. Есть определенная группа таких людей-интеллектуалов, которым не плевать на противоречия, но большинству людей на противоречия глубоко наплевать. Из этого следует, что, возможно, вообще любые мнения. И мы можем встретиться в жизни, в настоящей жизни, пообщаться с людьми и обнаружить, что у большинства существующих людей противоречивые точки зрения. И если мы собираемся изучать эти противоречивые точки зрения, мы должны понимать, что, по сути, все может комбинироваться со всем. И нас не может удивить практически ни одна комбинация, насколько бы противоречива страна, нерациональна она бы не была. То есть ортодоксолог, в принципе, готов к любой ситуации. Вот к любой комбинации мнений он уже готов, потому что все в ортодоксологии комбинируется со всем. Так вот, но, в принципе, это все равно не значит, что мы должны обязательно комбинировать все со всем. Нет, в определенном случае, для определенных целей мы можем ограничить комбинирование. Ну, например, мы хотим узнать, какие мнения были в Древней Греции. У нас есть мнение там о стихиях различных, у нас есть известные там несколько философов, которые предлагали свои стихийные мнения, но, наверное, были и другие философы. Давайте-ка попробуем предсказать, какие вот эти вот другие философы могли бы быть. Ну, то есть те философы, чьи позиции до наших дней не сохранились, и о чем они могли бы размышлять. Прежде всего, конечно же, хочется подумать о том, что вот эти вот философы, их мысли были близки к тем идеям, которые озвучивали другие уже известные нам философы, и комбинации мнений вот этих вот уже известных нам философов могут нам помочь. То есть мы можем накомбинировать уже известные точки зрения в разных пропорциях, и с некоторой вероятностью предположить, что такие мыслители уже существовали. Вот эти вот, те, которые на самом деле до нас не дошли, но которые мы уже имеем, но которые мы, чьи мнения, мы могли бы накомбинировать. То есть мы ограничились определенными позициями в рамках темы, например, стихийности, взяли четыре стихии, и начали комбинировать их всеми возможными способами. Посмотрели, что из вот этих вот всех возможных способов комбинации все-таки в истории реализовалось значительное количество, замечу я. Но при этом некоторые не реализовались. И мы можем предположить, что вот те, которые не реализовались, то есть не дошли до нашего времени, они все-таки существовали. Могли бы, по крайней мере, существовать. Очень высока вероятность, что они существовали. Высшая вероятность, что они существовали, чем вот то, что вот существовали какие-то другие мнения, совершенно не связанные с греческой культурой, которую мы сейчас знаем. Ну, хотя, скорее всего, и такие мнения тоже существовали. В общем, здесь ситуация очень сложная с комбинациями, но мы можем использовать философскую комбинаторику как? По принципу «все совсем», если уж мы совсем пытаемся философствовать, пытаемся абстрагироваться от действительности и сказать, вот какие мнения вообще могли бы быть. Вот вообще, вообще не важно, историческая нам никакая предрасположенность не важна, никакая хронология, нам ничего не важно. Какие мнения вообще могли бы быть? Тогда можно использовать принцип «все совсем». А если мы пытаемся провести какое-то более тонкое исследование, то, конечно же, следует ограничивать данный принцип. Продолжаем. Принцип «неопределённый размер элемента». Это мы уже обсудили. Неопределённость размера элемента является, в общем-то, составной важнейшей частью философской комбинаторики, и без этого, по сути, нельзя. Ну, просто потому, что так намного удобнее, намного проще, и, в принципе, мы можем всё, что угодно делать с этими мнениями, как угодно их комбинировать. Принцип «три» — неограниченное количество элементов. Сколько бы идейных элементов ни существовало, мы всегда можем прибавить ещё один. Вот так мы и понимаем неограниченное количество элементов. То есть, всегда ещё один. Из принципа о неограниченном количестве элементов мы делаем следующие выводы и следующие принципы. У нас существует неограниченное количество комбинаций этих элементов. Дальше. Конечно же, раз уж у нас всё вот это вот происходит, и мы, конечно же, никогда в жизни не столкнёмся с такой... С такой ситуацией, когда мы сможем обнаружить в мире все комбинации мнений, потому что их неограниченное количество. Поэтому мы апеллируем к понятию возможности. Оно как бы помогает нам обосновывать весь вот этот вот метод. А так как комбинаций невероятно много, то наш подход сталкивается с проблемой, согласно которой большинство комбинаций в итоге оказываются нереализованными. Ну, вот я уже это сказал, да. Именно поэтому им придаётся статус возможного. При этом, опять же, замечу, что это прежде всего философский троп. Это скептический троп, который апеллирует к возможному. Он ни в коем случае не говорит о существовании бесконечного количества возможностей. А возможности в ортодексологии, они... Это не как возможные миру Хокинга или что-то вроде вот такого. Ортодексология не делает таких суждений. Но при этом пользуется понятием возможности для обоснования определенных своих концепций. Что, в принципе, вполне релевантно. Почему бы и нет? Шестой принцип, который дальше помогает нам в обосновании, который, ну, на самом деле, наверное, является фундаментальным фактом. Не переоценивайте уж ум людей, их рассудочность, рациональность и логичность. Люди, скорее всего, глупы, безрассудны, нерациональны и нелогичны. Из этого следует, опять же, что мы можем... Что мнение, во-первых, неограниченное количество комбинаций, неограниченное количество элементов может существовать. Бесконечное количество религий могло бы возникнуть. И мы также обосновываем этим, в принципе, все во всем. Причем факт вот этот вот, ну, оспорить довольно-таки трудно. Большинство людей, к сожалению, не очень умны. И из этого все остальное вытекает. То есть мы не должны переоценивать, причем даже не то, чтобы в таком вот именно, знаете, уме, то есть способности достигнуть истину. Наверное, никто не может достигнуть истины, а может быть и может, не важно. Но в данном случае нас интересует именно вот такой вот рациональный ум. Ум по типу философа нового времени, философ-рационалиста, которому свойственна рассудочность, рациональность, логика. Вот эти вот такие вот странные абстрактные концепты. Здравый смысл там, например. Нет, все это фуфло, это... Все это фуфло для людей, это не имеет никакого значения. Именно поэтому мнения могут быть абсолютно любыми. И именно поэтому метод философской комбинаторики действенен. И он будет эффективен. Всегда. А принцип седьмой. Истина выносится за скобки. И это опять же мы вот подчеркиваем двумя красными линиями. Истина выносится за скобки. Истина не является проблемой философской комбинаторики, ортодексологии, доксологии, ортодексологической герминевтики и всем, с чем я работаю. Истина не является проблемой в данном случае. Так вот, именно поэтому они не могут оцениваться с точки зрения истины все эти дисциплины, в том числе философская комбинаторика. И в целом ортодоксологи к ней не стремятся просто. Нет смысла оценивать все вот это по критериям истины, с точки зрения науки какой-нибудь, с точки зрения чего-то там еще, потому что истина не является целью ортодоксологии. Также и большинство философских учений не могут притязать как-то вот на сферу ортодоксологии именно по этому праву, потому что большинство философских учений претендует на истинность. А ортодоксология в принципе не работает с понятием истины как таковым, но только если вот как с мнением, так скажем. Истина как мнение, да, вполне разбираемый вопрос в ортодоксологии. Но истина как истина сама по себе, истина как, не знаю, всемирная диалектическая логика, истина как абсолютный дух, истина как уже, как возможность познать законы природы, вот этого всего в ортодоксологии в принципе просто нет. Применение в доксологии. Напоминаю, доксология это ортодоксологическая дисциплина, посвященная изучению только мнений. Ортодоксология посвящена сразу всем спектрам тех сфер, которыми я занимаюсь. А доксология это более узкая такая поддисциплина, это чисто учение о мнении. Да. Для изучения доксологии это один из самых важных методов. Но тут с этим просто вот даже никак не поспорить. Что делать без философской комбинаторики в доксологии неизвестно. По крайней мере, как мы будем вообще определять мнение? Как мы узнаем вот это вот мнение, а вот это вот не мнение? Вообще какие мнения могли бы быть? Поскольку в понятие мнения входят и все возможные мнения. То есть мы же не можем сказать вот все мнения, которые были до этого и существуют сейчас, это мнение. Вот что входит в понятие мнения. А все, которые будут, это не мнения. Нет, не можем. Поэтому мы должны учитывать понятие возможности. То есть мы уже должны заранее предполагать, что будет считаться мнением. Философская комбинаторика и ясно дает ответ на этот вопрос. Практически все будет считаться мнением в любых комбинациях. Не будет такой, в принципе, комбинации, которую нельзя было бы считать мнением. Ну, вот так вот и получается. И с этим получается очень эффективно и многогранно работать. И этот метод уходит в бесконечность, по сути, во многом. Этот метод никогда не исчерпает себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok